В столице Польши открылась международная выставка и конференция «Rebuild Ukraine». Цель проекта – привлечь иностранных инвесторов для восстановления и реконструкции Украины. Речь не только о послевоенном восстановлении, но и о сотрудничестве в нынешних реалиях. Именно поэтому в Варшаву прибыли представители украинских городов и регионов. На полях конференции запланирован ряд международных встреч и переговоров. Кто прибыл и какие заявления уже прозвучали? Расспросим у нашего корреспондента Натальи Малышко. Она с нами на связи. Здравствуйте, Наталья. Вам слово. Привет. Приветствую коллеги. Сразу хочу отметить, что проект «Rebuild Ukraine» состоит из нескольких направлений. Первый – это международная выставка. Вот на ней хотелось бы для начала акцентировать внимание. Отмечу, что все это происходит в Варшавском экспоцентре. Здесь представлены компании, ну, наверное, со всего мира. Это Европа, Канада, США в целом больше трех сотен. Это компании, которые являются лидерами в своем сегменте строительной технологии, оборудовании, энергетика, инновационной технологии. То есть все те важные стратегические направления, которые будут необходимы Украине для послевоенного восстановления. Ну, а главный элемент этой экспозиции, безусловно, павильон Украины. Вот мы сейчас находимся непосредственно на его территории. Он представлен 23-мя украинскими городами, руководители которых будут презентовать свое видение реконструкции развития регионов благодаря привлечению инвесторов. Мне удалось пообщаться с мэром города Николаева Александром Сенкевичем. Он рассказал, что по предварительным подсчетам ущерб от российской агрессии форпоста юга Украины составляет около 800 миллионов евро. И сейчас создается некая планкарта стратегии реконструкции города. И вот на ее основе будут создаваться эти инвестпроекты и формироваться некие инвестпредложения. Давайте послушаем. Мы решили пойти по своему, скажем так, пути. До войны Николаеве была одна из самых развитых геоинформационных систем в электронном виде города, где всеми слоями были разные коммуникации, земля, земельные участки, здания и сооружения и так далее. Сегодня мы расширяем эту геоинформационную систему. И при помощи Киевского института экономики и европейской антикоррупционной инициативы мы сейчас создаем новый слой, на котором наносим все разрушения, подкрепленные фотографиями со спутников МАКСАРС, дронов. И проводим оценку по методологии, сколько денег нужно потратить на восстановление тех или иных объектов. Наталья, какие еще новости? Если же говорить в целом об ущербе от российской агрессии... Да, я бы хотела отметить, что если говорить в целом об ущербе от российской агрессии, я бы хотела напомнить данные, которые привел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он сказал, что на начало этого года прямой ущерб от российской агрессии составляет более 700 миллиардов долларов. И вот, по словам организаторов этой конференции, главная цель проекта – это привлечение иностранных инвесторов для того, чтобы они принимали активное участие в реконструкции Украины, в реконструкции восстановления тех городов, которые сейчас приняли на себя такой некий вызов и разместили на своей территории миллионы перемещенных людей. Как отметил министр экономического развития Вальдемар Дуда, сейчас в Польше находится около... был проведен подсчет и было выявлено, что 1700 польских компаний сейчас готовы принять участие в том, чтобы принимать участие в инвестиционных проектах в Украине. Также министр Будда заявил о том, что на сегодня на национальном уровне Польша разрабатывает законопроект, благодаря которому можно будет использовать замороженные российские активы. Давайте послушаем. Блокирование российских активов пока не дало того эффекта, на который мы все рассчитывали. Хорошо было бы принять такое окончательное решение на общеевропейском уровне, но то, что мы можем делать сейчас, это то, что Польша создает такой санкционный список фирм. Этим занимается в Министерстве внутренних дел. А я непосредственно принимаю решение по тем компаниям, которые вносятся в этот санкционный список. И мы хотим принимать на себя управление вот такими фирмами. Согласно польским законам, мы можем взять на себя имущество только на основе компенсации. Мы думали о том, чтобы изменить Конституцию, но оппозиция была в этом не заинтересована. Однако, если бы были европейские санкции для этого, тогда нам было легче, и мы могли бы провести конфискацию такого имущества. И мы за то, чтобы это решение принималось на всех уровнях. А вот представитель инстал украинского правительства, обращаясь к участникам сегодняшнего заседания и к своим международным партнерам, призвала их последовать украинскому примеру, о чем идет речь. Давайте послушаем. Мы уже сделали первый шаг, и активы российских банков, которые находились на территории Украины, были переданы государственному бюджету путем наполнения фонда ликвидации последствий российской агрессии. Я призываю все страны к наполнению этого фонда именно путем конфискации российских активов, которые находятся у них на территориях. И это будет прекрасная помощь в совместной работе как по восстановлению Украины, так и пониманию источника финансирования. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо большое. Напомню зрителям, Наталья Малышка была с нами на прямой связи. Это было прямое включение из столицы Польши, где открылась международная выставка и конференция Редбилд Юкраин. Наталья Малышка была с нами на прямой связи. Это было прямое включение из столицы Польши, где открылась международная выставка и конференция Редбилд Юкраин. Цель проекта, напомню, привлечь иностранных инвесторов для восстановления и реконструкции Украины.